Приветствую вас! Сразу хотел бы сказать, что разрешение ситуации, ее грамотное разрешение, возможно только при вашем активном желании в сотрудничестве и, самое главное, при вашей личной ответственности за то, что происходит. То есть, если вы готовы отойти от позиции того, что я ни на что не влияю, если вы готовы отойти от позиции жертвы, в которой вы сейчас пребываете, на мой взгляд, вот, если вы готовы отойти от этой позиции, то помочь вам мощно, и я даже думаю, что это не так уж и сложно будет сделать. Но если вы считаете, что сделать лично вы не можете ничего, и что дело не в вашей личной ответственности, а все дело, например, вот, в этой вот бабке, да, в свекрови вашей, вот. Если вы считаете, что делается в этом, то помочь вам тогда будет практически невозможно, потому что вся наша помощь будет ударяться о вашу игру в да-но. Ну, то есть, вы будете говорить, как бы, да, ну, я вот, вот, да, вы правы, но у меня вот проблемы. Или что мне это не подходит, или что-то не шел. Ну, вот. Так что я надеюсь, что этот момент вы для себя уяснили. Поскольку проблема у вас и у вашего ребенка, то, соответственно, и работать мы будем именно с вами, а не с бабкой. Да, а не с бабочкой. Потому что бабочку вам не переделать. В любом случае, как бы вы этого не хотели, да, как бы вы к этому не стремились, 88 лет человека не переделся. И даже несмотря на то, что у нее может быть все в порядке с головой, да, то есть она, психически она может быть здорова. Именно психически. Вот. Психически она может быть здорова. С этим никаких проблем, значит, нет. Да? То есть, то есть, совсем, совсем не обязательно, чтобы у нее были какие-то проблемы с психикой, значит, чтобы воспри... чтобы воспри... воспринимать ее всерьез. Понимаете? Вот я надеюсь, что вы для себя этот момент обязательно учтете. Потому что... момент очень важный на самом деле. Очень важный на самом деле момент. А... Человек в восемьдесят восемь лет, да, а... обладает уже определенными особенностями, определенными возрастными изменениями. определенными... эээ... чертами. И определенными, эээ... конечно же, эээ... эээ... трудностями... эээ... трудностями... во... во взаимодействии... ээээ... с ээээ... другими людьми. Ээто все помимо того, что у человека может быть еще и, эээ... свое восприятие, эээ... реальностью и так далее. Вот. По-моему, первое, что ну, что нужно, это вам перестать воспринимать ее всерьез, как вы это делаете сейчас. И, я полагаю, что будет совсем хорошо, если вы своему сыну будете говорить примерно то же самое. Что, вот, ты на нее не обращай внимания, она просто говорит, она не знает о чем, о чем, о чем говорит, вот, это, по факту, едва ли, не единственное, что вы можете сделать, к сожалению, именно вы, сейчас, это, это первое. Второе. Ваша внутренняя агрессия, которая у вас есть, связана не со свекровью напрямую, а с тем, что она лишает вас комфорта, покоя, равновесия, гомеостаза. Викровь лишает вас гомеостаза. Ну, чувство, чувство гомеостаза, чувство равновесия. Вот. И вам нужно проанализировать, что именно лишает вас его. Страх за ребенка? Согласен, ребенка нужно защищать. Но вы, что вы делаете для того, чтобы его защитить, своего ребенка? Понимаете? Что? Это большой вопрос. То есть агрессия есть, а желание смерти старой женщине тоже есть. А вот конкретных действий для того, чтобы, ну, чтобы реальную ситуацию изменить, нет. И это вот в этом и проявляется ваше пониженное личное ответственность. Потому что, в первую очередь, свой посыл вы транслируете на ребенка, который думает, что из-за возросшего напряжения, например, ну, например, вашего напряжения, да, из-за возросшего, виноват он. То есть в том, что напряжение возросло, он думает, что виноват он. Он считает, что это он виноват в том, что происходит. Понимаете? Вот. Ну, это опять же, да, это опять же, опять же, это зависит от того, насколько вы готовы это принять. Ну, вот этот вот факт наличия, так сказать, проблемы именно в данном аспекте. Вот. Дальше. Насчет. Мы живем вчетвером. Я муч, наш сын пять лет. То есть сын уже достаточно, ну, достаточно врослый, чтобы с ним можно было разговаривать. Муч с матерью не жил в юности, но после того, как ушел от плечной жены, поселился у нее. Так. Вы начали встречаться с разведенным мужчиной. Вот. Это тоже довольно важный момент на самом деле. Чем обусловлен ваш выбор? Знаете ли вы, почему мужчина развелся со своей бывшей женой? То есть в чем, в чем там была причина развода? Вот. Уверены ли вы, что эта причина не повторится, например, с вами? Вот. То есть тут вот точно было бы очень неплохо поанализировать. Да, поанализировать, посмотреть на данный аспект ситуации. Дальше. Меня привез муч туда же семь лет назад. То есть муч поселился у нее после того, как ушел от плечной, от жены. И поселился у свекрови. Свекровь – сложный человек. Ну вот, в принципе, здесь история такая. Ага. Не кажется ли вам странным тот факт, что мужчина, зная, какая у него мама, селится с ней? И привозит еще к тому же свою женщину туда, к ней. К, ну, к маме. К той, которая очень сложный человек. И вот у меня вопрос, важненько, да? Насколько, грубо говоря, сознательно себя ведет мужчина? Насколько он понимает, что делает? Да? Ну вот. Это важный аспект. Далее. Вы говорите «Привез меня». Это тоже довольно интересная позиция. «Привез меня». Я бы сказал, что это, знаете как, несколько, несколько безответственная позиция. «Привез меня». А вы сами как-то участвовали в этом процессе? То есть вы, ну, вы знали о том, что его мама вот такая сложная? Вы знали о том, что с его мамой, ага, не так просто договориться, не так просто ужиться и так далее? Знали ли вы это все? Если да, если знали, то с чем же был обусловлен ваш выбор тогда? Да. И тем более, тем более, поскольку ребенку пять лет, то есть получается, что вы три года жили со своим мужем без ребенка. Получается такая история, что, зная об особенностях свекрови, да, зная, вы родили ребенка. Опять же, чем обусловлен был ваш выбор? На что вы надеялись? Надеялись на то, что, например, ее отношение к вам и мужу изменится с появлением, например, внука? Или как? То есть, понимаете, я хочу вам показать, что все, что вы сделали, это ваш выбор. Даже не мужа, не мужа, а ваш. Понятно, что муж, он должен, значит, защищать, ну, должен защищать вас от угрозы и не только вас, но и вашего ребенка, вашего сына, это все понятно. Вот. Но. 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 Мы говорим о том, о чем говорим, да, то есть мы говорим о том, что происходит в реальности, а в реальности муж, предпочитать, а проблему не видеть. И это, конечно, весьма и весьма болезненно для вас. В общем-то, по-другому и быть, не быть не может и не должен, но это ваш выбор. Это вы решили так. Знаете, все в чем дело. Дальше идем. Следующий важный аспект, который я хотел бы заметить. Да? Речь идет о вашем муже. Вы говорите, что он порядочный, образованный человек, который не курит, с юности жил свою жизнь и ничего хорошего от своей матери не видел. По опыту ваш муж, вероятно, находится в антисценарном поведении или конперсценарном поведении, при котором он активно пытается быть, точнее, не быть своей мамой, не делать так, как делает она. То есть, там, где его мама могла бы, например, проявить активность, он, соответственно, такой активности не проявляет, вследствие чего и произошла вся эта ситуация. То есть, возможно, возможно, я этого не утверждаю наверняка, но возможно, ваш мужчина может быть слишком мягким, слишком таким, ну, добрым, вот, и так далее. Еще раз повторю, это не точно, это не наверняка, но тем не менее, вот то, что вы описываете про своего мужа, то как вы его описываете, да, это вот вполне может иметь, значит, ну, подобную природу. И тут, конечно, сразу вспоминается и развод вашего мужа, да, то есть, по каким-то причинам он у него был, этот самый развод. И тут вспоминается то, что он переехал к маме, да, хотя, в общем-то, ничего хорошего от нее он не видел, и в своей жилплощади у него, как я понял, отдельно нет. То есть, когда он с мамой в какую-то жилплощадь складывался, вот именно с мамой, именно с мамой он в какую-то жилплощадь складывался, но это, как вы понимаете, я надеюсь, совсем не то же самое, да? Вот. То есть, этот, этот аспект, его нужно также исследовать. Дальше, естественно, наши с ней отношения не сложились с самого начала. Ну, здесь момент такой, есть момент такой. Когда говорят естественно, ну, то есть, вы вот сказали естественно, я сразу увидел, что у вас уже изначально были, по-видимому, какие-то предрассудки. Значит, против мамы, да, то есть, ну, может быть, по рассказам мужчины, может быть, по его отношению к ней, вот. И это, конечно, очень интересная позиция, на мой взгляд, потому что мужчина здесь, ваш муж, я имею ввиду, поступает здесь достаточно хитро. С одной стороны, он, значит, выставляет все так, что вы должны, значит, жить с его мамой в одной квартире. С другой стороны, мужчина выставляет все так, что его мама плохой человек. Складывается впечатление, что он, с одной стороны, от нее зависим, и зависим достаточно сильно, а с другой стороны, он активно пытается против нее бороться. Вот, то есть, такая неопределенность вашего мужа вызывает, конечно, ну, на мой взгляд, вызывает, как минимум, вопросы. Потому что, определенность, это то, что, ну, вообще-то говоря, необходимо при любых отношениях. Вот, а ваш муж, он, такое впечатление, что он определится до конца с тем, как он будет себя вести, с тем, что он будет делать, он так и не может, так и не смог. Вот, отсюда отсутствие его четкой позиции. А, мужа, она, значит, так, вот еще хотел добавить, что, естественно, наши отношения сложились с самого начала, да? А, почему не сложились? Почему не сложились? Вы заранее знали, что она сложный человек, вы заранее не дали ей, скорее всего, ни единого шанса. Вот, и вы, заметьте, я вас сейчас не обвиняю, надеюсь, вы это понимаете, я не обвиняю вас. Вы, эм, не были готовы ее принять. Не готовы вы были, по-видимому, и быть ей благодарны за то, что она, ну, по сути, эм, значит, мама вашего мужа, что это? По идее, любимого мужчины, да? Вот. За это вы тоже, видимо, не готовы ей, не готовы были ей быть благодарны. То есть, вот это вот, естественно, говорит о неких предрассудках. О неких ваших предрассудках про, эээ, против, эээ, против, эээ, против мамы, против мамы мужа. Вот. Эээ, которые, естественно, вам мешали, мешали адекватно с ней взаимодействовать. Дальше, вы пишете, что мужа она уважает, эээ, он с ней строго общается, меня не дает в обиду. Понимаете, эээ, строгое общение мужа, эээ, строгое, именно строгое общение, эээ, это общение ээээ, позиции родителей-ребёнок, по факту. То есть, это общение, когда, эээ, когда ребёнок относится к своему родителю, как, эээ, родитель, к ребёнку. Вот. И, подобная позиция, конечно, не может идти на пользу, ну, вообще, кому бы то ни было, да? Вот. Ну, я не знаю, насколько, эээ, вот, эээ, я не знаю, понимаете вы это или нет, важность, да, важность этого. Важность, эээ, того, что строгое общение, строгое поведение, это, по сути, деструктив и потакание. Это именно, именно, эээ, потакание. То есть, ваш, эээ, сын, ой, ваш муж, эээ, сам того не желая, эээ, сам того не желая, возможно, эээ, потакает маме тем, что он общается с ней, ну, вот, эээ, строго. Так, так строго. Вот. И это, на мой взгляд, эээ, в общем-то, тоже, эээ, довольно важный момент. Здесь. Дальше, эээ, так, эээ, значит, открыта она обычно не выступает, все из-под стежка. Ну, то есть, она достаточно умная, да, для того, чтобы не действовать открыто. Поведение у нее, конечно, суперутомительное. Эээ, ходит целый день, что-то бубнить под нос, один негатив, бывает, и маты проскалькивают, подсмеиваются, подсмеиваются злорадо. Ну, а вас это все, конечно же, задевает. И вопрос, эээ, на мой взгляд, здесь, эээ, то только в том, основной вопрос, эээ, чем вас это задевает, конкретно. То есть, ну, вот она, эээ, живет так, ну, вот у нее, эээ, эээ, такой образ жизни, да, эээ, вот, и делать ей, в общем-то, ээээ, я так понял, особо нечего, эээ, вот. Так, эээ, что, что же вас задевает, эээ, вот, в этом, эээ, ну, вот, в, ээээ, в ней, конкретно в ней, чем вас задевает, эээ, может быть, такое поведение, эээ, отношение, эээ, вот. Подумайте об этом. Это тоже очень важный момент. На самом деле. Потому что, ну, надевает вас, все-таки, эээ, вот. Даль, дальше идем. Ээээ, следующий аспект. Утро у нас начинается с ее стандартного слова, эээ, себе поднос в мой адрес. Ну, опять же, эээ, вам совершенно, эээ, было необязательно говорить о том, что она, эээ, психически здорова. Ээээ, лично, для меня это, эээ, значения вообще никакого не имеет, потому что, эээ, ну, абсолютно не, не важно, ээээ, не важно, здоровая ли она или нет. А, эээ, главное, что, как вы, эээ, реагируете на, эээ, ее, эээ, ну, на ее, эээ, слова, на ее реакцию, да, на ее поведение и так далее. Вот что важно. Понимаете? Вот. То есть, то есть, как вы относитесь ко всему этому? Я ведь уверен, что, эээ, такое началось не сразу, эээ, отношение к вам, да? Это первое. Второе. Эээ, второе. Ситуация здесь еще, эээ, важна, важна и тем, что у нас, по сути, не было возможности, ээээ, как-то вот, наверное, ээээ, ну, друг друга узнать. То есть, ээээ, вы, ээээ, сразу оказались, эээ, вместе, то есть, сразу оказались, ээээ, в, эээ, одном, ну, как бы, в одной, в одном помещении. Вот. Сразу. Ээээ, без, ээээ, возможности встретиться на нейтральной территории, ээээ, поговорить, узнать, эээ, друг друга. Вот. И так далее. И это, конечно, тоже очень важный аспект. По сути. То есть, тут нужно анализировать, чтобы понять, как лучше себя вести. Эээ, ведь нужно анализировать, вот, именно, эээ, то, с чего это все началось. Эээ, ну, вот. То, что вы описываете, то, что вы, эээ, говорите. Вот это ее отношение к вам. Оно ведь появилось не просто так, да, оно появилось, ээээ, не случайно, оно появилось в результате чего-то. Понимаете? Какая история. И это, конечно, требует своего внимания. Дальше. Идем. А, так. Значит. Она не психически больная. Суммы, как калькулятор, считает. Обожает деньги и проблемы с памятью нет. Ну, эээ. Способность к счету и отсутствия проблем с памятью не говорит об отсутствии психических болезней, если что. А вот тут она обожает деньги. Это, опять же, скорее звучит, как некая такая обида. Ваша на нее. До сих пор может соседке напиться в лодке, хотя в последнее время мужчина запрещает этот лод, когда у нее есть такая возможность. А это вы к чему, эээ, ну, вот вы к чему это написали, что она может напиться в лодке? То есть, это его, по вашему, по вашему мнению, эээ, должно как-то, эээ, характеризовать, эээ, или что? То есть, эээ, вот я не очень, эээ, понял здесь, эээ, какое значение вы вкладываете в, эээ, тот факт, что она может напиться, эээ, водки. Вы это, эээ, приводите, как аргумент, эээ, значит, ну, как аргумент того, что она психически здорова. Если так, то, эээ, это, к сожалению, не показатель, эээ, ее психического здоровья, потому что, эээ, она может, эээ, эээ, пить, именно, именно по причине того, что с ней, ну, с ней что-то не так, вот. То есть, тут, конечно, не мешало бы узнать, какое значение вы вкладываете, эээ, в, эээ, ну, вот, в то, что, эээ, пишете. Да? Да? Вот, эээ, значит, кроме того, опять же, вы говорите о том, что муж ей это запрещает, запрещает ей делать, то есть, муж находится с ней, эээ, в таких, эээ, созависимых отношениях, вот. Эээ, кстати, эээ, в целом, хотел бы отметить, ээээ, что, эээ, было бы неплохно, если бы вы, эээ, изучили, ээээ, самостоятельно, ээээ, треугольник Картмана, вот, эээ, в интернете об этом написано, в интернете это есть, вот, чтобы лучше понимать, что происходит. Так, эээ, значит, квартиру муж сам покупал матери очень давно, тоже момент, эээ, для чего муж покупал квартиру матери, эээ, где она жила до этого, вернее, он вкладывал 80% от суммы на 20%, эээ, жить где-то в другом месте, возможностей у нас нет, это обсуждается, обсуждается, то есть это обсуждается и отделяется от игры в дану. Дальше, куда-то перевести свекровь, тоже, эээ, также обсуждается и отделяется от игры в дану, самая, что возможностей всегда, главное желание, приходится жить как есть, позиция жертвы, нежелание брать на себя ответственность. Вот, это приходится. Эээ, недавно доделали хороший ремонт, полностью обустроились, ну, значит, вариант, эээ, либо перевести свекровь, эээ, вот, либо, соответственно, еще варианты рассматривать можно. Ладно, я более-менее привыкла к этой ситуации, научилась с ней кое-как контактировать при необходимости. Вот интересно, что вы употребляете слово «контактировать», то есть не контактировать, а, контактировать. Я, эээ, сам ничего против не имею, на самом деле, каких-то слов, просто, эээ, это слово, оно, как бы, эээ, навевает на мысли о том, что вы можете, что вы можете быть, эээ, склонны к тому, чтобы, эээ, обесценивать, эээ, ну, то, что происходит. И одновременно мыслить достаточно категорично, вот, эээ, что тоже не является, эээ, каким-то конструк, ну, какой-то конструктивной, эээ, позиции здесь, да? То есть вы, по сути, эээ, адаптировались, вы, по сути, эээ, просто, приняли ситуацию такой, какая она есть, что, эээ, что, эээ, может считаться, эээ, в принципе, может считаться, ээээ, позиции, опять же, опять же, жертвы. Вот. Эээ, и, дальше, вы пишите о том, что, дело в том, что она ненавидит моего сына, своего внука. Ну, эээ, она ненавидит, эээ, своего внука, пишите вы. Эээ, вот, когда вы пишите, что она ненавидит своего внука, эээ, здесь надо сказать сразу, что она ненавидит, не его ненавидит. Эээ, вот, а она, ээээ, скорее, ненавидит что-то, что-то, эээ, что связано с ним. То есть, что это, я, конечно, не знаю. Что это, сказать, опять же, я не могу. Вот. Но, я точно знаю, что дело не в вашем сыне. Не в нём дело, а в ней. И вам это нужно понять, и сыну это нужно донести тоже. Ну, если у вас есть, конечно, эээ, такое желание это делать. А вот, когда вы говорите, эээ, своего внука, когда вы говорите про внука, то есть, эээ, про то, что она ненавидит своего внука, вот здесь прослеживается уже, ээээ, как бы, ваше, ваше ожидание личное, персональное того, что она должна как-то относиться к вашему сыну и к своему внуку. Но вопрос в том, чем обусловлены и продиктованы ваши ожидания? Может ли она, эта женщина старая, да, относиться к, эээ, значит, к своему внуку так, как мы считаем приемлем? Есть ли у неё для этого ресурс лично, лично я, лично я считаю, что ресурсов таких нет. Ну, опять же, считаете ли так вы, это уже вопрос другой. Дальше. Эээ, открыто, прямую же, она не показывает, специально притворяется, но стоит, может быть, и на работу, начинается. Я делаю это на губне, слышу, как она с ним разговаривает, может назвать как-то нехорошо. У неё есть и другие внуки, она их очень редко видит, так как зра этого не хочет. Так вот, она, постоянно, будет бубнить под нос, что те внуки это её внуки, а далее следует нецензурное выражение. Я говорил об этом мужу, но, отвечаю, что она просто уже не в своём уме, хотя сам прекрасно знает, что она всегда такой была, и в молодости сам мне об этом рассказывал. Ну, то есть, в молодости она была такой. То есть, в детстве, ладно, наблюдается за определённый конфликт с мужем. То есть, муж не хочет ситуацию никак решать. Говорит, чтобы я просто не держал внука возле неё, и вообще не обращал на неё внимания. Так вот, всё дело в том, что у меня последовала к ней очень большая внутренняя агрессия. Это связано с вашей собственной историей, с вашей собственной семьёй. То есть, возможно, вы сами, вы считаете себя аутсайдером, возможно, вы считаете себя схожей с ситуацией с вашим сыном, и это вот за это вас агрессия. То есть, у вас возникает вот эта вот личная такая вовлечённость, и это связано с вашим прошлым опытом. Нужно проанализировать прошлый опыт и найти причины этой самой агрессии. Агрессия – это защита, защита вот никогда от угрозы. Поскольку никаких конструктивных шагов для устранения угрозы вы не предпринимаете, в том плане, что вы, ну, не ограждаете сына, вы не разговариваете с мужем, не находите общий язык, а по сути только смиряетесь и избытываете агрессию, то речь идёт об угрозе и о жертве, и о конфликте двух этих аспектов. То есть, конфликт с пассивной позицией и необходимостью что-то сделать для того, чтобы предотвратить именно свою личную угрозу, вашу личную угрозу, не ко внуку. Вот. Дальше. Внутри я постоянно желаю ей в сердце, вроде того, я не могу простить ей такое отношение к моему сыну. Я просто готов ее раздавить, порошок растереть. Помогите мне разрешить сложившуюся ситуацию и справиться с своим гневом. Ну, справиться с гневом можно только через его раскрытие, да? То есть, нужно раскрыть гнев, чтобы с ним справиться. Это как минимум. Вот. Для этого нужно найти причины появления агрессии. А сложившуюся ситуацию, я полагаю, можно разрешить только на совместной консультации с вами и вашим мужем. Потому что мама его и, соответственно, несет ответственность в первую очередь он за нее. И именно его обязанность защищать свою семью, а это вы и ваш сын, от внешних угроз. Это мама. И если он не может защитить вас от своей мамы, то возникает вопрос, а может ли он вас защитить вообще от чего бы то ни было. Вот. То есть, даже если действительно можно не обращать на нее внимание, то нужно подумать о сыне, который все это воспринимает как-никак, да? И речь идет о сыне вашего мужа, а он, походу, этого не понимает до конца. Вот. То есть, тут только так. Тут нужен альянс, альянс с вашим мужем, а именно альянс не против бабушки, а именно альянс с вашим мужем нацеленный на безопасность сына. Вот. То есть, бабочку можно чем-то занимать, бабочку можно куда-то вывозить, чтобы она уставала там и так далее. А в конце концов, при необходимости можно что-то придумать. Также интересует, почему вы все время дома, то есть, с чем связано то, что вы не работаете, вы могли бы найти какую-нибудь работу и вместе с сыном бывать там еще два года, пока он не пойдет в школу. А в школе, когда у них начнется школа, тоже будет совсем не то же самое. Вот. Кроме того, непонятно, почему сын дома, они, например, гуляют и хотя бы им во дворе, да? То есть, вот, такая история. Все эти моменты нужно прояснять. Но, еще раз повторю, ваша внутренняя агрессия не связана с сыном, а с сыном. Она связана именно с вами. Только с вами. Напрямую. Если хотите разобраться с этим, выбирайте себе психолога и начинаете работать. Вот. Именно над этой проблемой. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.